Аллилуйя 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 Ты наш Господь Бог, Ты здесь Среди нас сейчас Склоняюсь я Склоняюсь я Бог, Ты здесь Действуешь сейчас Склоняюсь я Склоняюсь я Бог, Ты здесь Среди нас сейчас Склоняюсь я Склоняюсь я Бог, Ты здесь Действуешь сейчас Склоняюсь я Склоняюсь я Склоняюсь я Ты есть создатель Бог чудотворный Верный в слове Нет темноте Ты мой Бог Это Ты Господь Ты есть создатель Бог чудотворный Верный в слове Свет в темноте Ты мой Бог Это Ты Господь Бог, Ты здесь Касаешься сердец Склоняюсь я Склоняюсь я Склоняюсь я Бог, Ты здесь Ты очищаешь нас Склоняюсь я 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 Бог, Ты здесь Свет в темноте, ты мой Бог, это ты, Господь. Ты есть создатель, Бог чудотворный, верный в слове. Свет в темноте, ты мой Бог, это ты, Господь. Ты есть создатель, Бог чудотворный, верный в слове. Свет в темноте ты, мой Бог, Это ты, Господь. Ты есть Создателем, Бог чудотворный, Верный в слове. Свет в темноте ты, мой Бог, Это ты, Господь. Это ты, Господь. Это ты, Господь. Это Ты, Господь. Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю Ты, Я знаю Ты тоже. Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю Ты, Я знаю Ты тоже. Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю ты, я знаю ты тот же Даже если глазами не вижу Даже если не чувствую силу Я знаю ты, я знаю ты тот же Я знаю ты, создатель Ты тот же Создатель Бог чудодотворный Верный слой свет в темноте Ты мой Бог, это Ты, Господь, Ты есть Создатель, Бог чудо-творный, верный в слове, свет в темноте. Ты мой Бог, это Ты, Господь, Создатель, Ты есть Создатель, Бог чудо-творный, верный в слове, свет в темноте. Ты мой Бог, это Ты, Господь. Ты есть создатель, Бог чудотворный, Верный в слове, свет в темноте. Ты мой Бог, это Ты, Господь. 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 Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю Ты, Я знаю Ты тот же. Я знаю Ты, Я знаю Ты тот же. Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю Ты, Я знаю Ты тот же. Даже если глазами не вижу, Даже если не чувствую силу, Я знаю Ты, Я знаю Ты тот же. Даже если глазами не вижу, даже если не чувствую силу Я знаю, ты, я знаю, ты тоже Я знаю, ты, я знаю, ты тоже Создатель, Бог, Судотворь, верный слой, свет темноте Ты мой Бог, это ты, Господь Ты есть Создатель, Бог, Судотворь, верный слой, свет темноте Ты мой Бог, это ты, Господь Создатель Создатель, Бог, Судотворь, верный слой, свет темноте Ты мой Бог, это ты, Господь Ты есть Сознатель, Бог чудо-творный, верный в слове, свет в темноте, ты мой Бог, это ты, Господь, это ты, Господь. Пей эти слова, спой, что ты, Господь, это ты, Господь, тот, который может изменить жизнь, тот, который приходит и все меняется, Господь, аллилуйя. Ты поднимаешь, мертвый Господь, ты исцеляешь больных, ты даешь жизнь, Господь, аллилуйя. Это все ты, Господь, только ты, Господь, это делаешь, аллилуйя. Нет никого другого, нет других, как ты, только ты, Господь, аллилуйя. Даже если мы не знаем, даже если мы не чувствуем этого, даже если мы просто думаем, что ты не работаешь, Ты всё равно с нами, Ты всё равно работаешь Ты всё равно Господь, Ты всё равно Бог Аллилуйя, это ты Господь Даже если глазами не вижу Даже если не чувствую силу Я знаю, ты, я знаю, ты тот же Я знаю, ты, я знаю, ты тот же Даже если глазами не вижу, даже если не чувствую силу, я знаю ты, я знаю ты тот же. Я знаю ты, я знаю ты, я знаю ты тот же, я знаю ты, я знаю ты тот же. Создатель, Бог чудотворный, верный словен, свет в темноте, ты мой Бог, это ты, Господь. Ты есть создатель, Бог чудотворный, верный словен, свет в темноте, ты мой Бог, это ты, Господь. 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 Аллилуйя, спасибо тебе за то, что ты, Бог наш, ты, Господь, ты, Царь. Аллилуйя, в каждом моменте нашей жизни, Господь, ты с нами, и ты наш Господь, и тебе слава. Аллилуйя, Аллилуйя, слава доводит тебе, Господь наш. Аминь. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас снова воскресение, снова богослужение, снова энергия, приходящая с небес от нашего Господа Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес на третий день, и ничто не может затмить его великого дела, его великой победы. И поэтому каждая победа в нашей жизни, каждое радостное событие, удача, успех, благоденствие, и даже горе, и даже несчастье, которые мы проходим достойно, все это воздает славу Царю, Царю, Царей и Господу Господствующим. Я рад, что сегодня вы с нами, сегодня вы смотрите, продолжаете смотреть прямой эфир. И у нас великая радость, великая радость, что Господь помог нам открыть наш храм, храм Победа. Удивительно, что когда мы покупали это здание в 2007 году, это был дом культуры, построенный пленными немцами в 1948 году, после войны. И вся вот улица, где находится как раз этот дом культуры бывший, а современный храм, она называется 50 лет Победы, эта улица. И храм назвали как раз в честь Победы во Второй мировой войне и, соответственно, Великой Отечественной войне. Но когда мы купили это здание, мы решили оставить название, это звучное название, в старой форме Победа. И вы знаете, я вижу, что сегодня мы одержали Победу, и я вижу, что не зря мы оставили это название. Друзья мои, это наша общая победа. Победа, когда мы снимали печати, печати с дверей, наложивших, вернее, которые наложили приставы на нас прямо в новогоднюю ночь. Это была борьба, это была борьба молитвенная, жертвенная. У нас порой казалось, не хватает сил. Когда хватало сил, не хватало финансов. Вот приходили жертвы, приходили финансы, опять не хватало сил. Но в любом случае, Господь снял печати, как в откровении сказано. Снял. Друзья мои, хочу сразу заверить вас, что мы можем спокойно собираться, но это будет пока еще в силу коронавируса и пандемии, что это будет не в ближайшее время. Мы объявим, когда будем собираться уже полноценно, скорее всего в августе. И будьте готовы, но не в ближайшее время, потому что коронавирус пока не позволяет собираться всем людям везде в полноте и в нормальном режиме, как это было раньше. Но это уже совсем другая история. Итак, друзья мои, слава Богу, за Бога, если бы не Бог, то не дай Бог. И вы знаете, что у нас сейчас будет выезд на наш остров Преображения. Друзья мои, это будет на нашей базе Линда. Пожалуйста, приезжайте все, мы все устроили, там не будет комаров, там не будет никаких ужасных змей. Змей все расползаются, когда много людей. Да вообще змей мало в нашей полосе, слава Богу. Причем мы сделали прекрасный берег, сделали красивый, знаете, такую набережную вдоль Линды. Поэтому, друзья мои, на нашей территории, поэтому мы вас всех ждем. Не забывайте взять с собой желание измениться. И это будут солнечные дни. Не думайте, что будет дождь, потому что сейчас вы смотрите в окно и говорите, ой, сырость, дождь. И твое неверие, и твоя плоть говорит, и там будет так же. Но включай веру. Когда ты включаешь веру, все происходит по вере. И по вере будет солнце, радость и температура. Не холод, не жара. А будет то самое, что нам нужно. Поэтому мы вас всех ждем. Аминь. Итак, друзья, пишите обязательно, пишите свои комментарии. Нас это всегда вдохновляет. И мы понимаем, что мы в одном духе. Слава Богу. Кто-то пишет главное, что решено, и мы встретимся в победе. Конечно. И в прямом, и в переносном смысле. Долгожданные поменды пишет Татьяна Березина. Слава Богу, дорогие мои. Господь драгоценный. Молимся. Молимся сейчас за слово. И с этим словом пойдем дальше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать и милость. Господь, вдохнови нас сегодня Твоим словом. Словом не человеческим, не пастырским, а словом из Библии. Пусть слово Твое вечное, оно оживает в нас и приносит нам благо. Приносит нам надежду и мотивацию, Господь. Дает нам вечность. Отец, и мы знаем Твое слово спасительное. Оно переводит нас из тьмы в свет. Переводит нас из материального в духовное. Переводит нас с земного в вечное. Спасибо Тебе за это вечное слово. Мы молимся и благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Друзья мои дорогие, сегодня я как раз-то и хотел говорить на тему «Друг мой, враг мой». Вот такая тема, очень интересная. Я убежден, что она будет интересной тема. Тема, связанная с человеческой душой, с мудростью, и с тем, что слово говорит нам по этому вопросу. «Друг мой, враг мой». Вы знаете, примерно такое название было у одного известного фантастического фильма, где инопланетянин был врагом и потом стал другом, как раз человеку, который сражался с инопланетянами. И такая там, разные коллизии. Но интересен фильм этот старый. Кстати, посмотрите его в старой там голливудской редакции. Потрясающий фильм. Он показывает как раз струны человеческой души, когда человек проникается любовью и близостью, становится близким совершенно чуждому человеку. Но удивительно, что жизнь наша так устроена, что бывает в точности наоборот. Что твои близкие люди, твои друзья вдруг оказываются тебе не друзьями и они разрушают твою жизнь. Но в любом случае, вдруг это человек, который решил идти с тобой рядом. Или не то чтобы решал, но как-то волей судеб, каким-то образом сложилась, я не знаю, там жизненная позиция, что этот человек оказался вот на твоем жизненном пути и идет вместе с тобой. В силу того, что вы оказались в школе вместе, сидите за партой вместе, может быть вы в секцию вместе ходите, живете на одной улице, в одном подъезде, ходите в одну церковь, а может наоборот не ходите в одну церковь. А может быть вы вместе ненавидите что-то и это вас объединяет. В любом случае, людей так или иначе что-то объединяет. И вот эта объединяющая сила формирует их как друзей. Интересно, что по этому поводу книга Амоса, 3 глава, 3 стих сразу говорит и определяет вот эту судьбоносную связку двух, а может и трех человек, независимо даже от пола. Написано, пойдут ли двое вместе и не сговорившись между собою. Ну то есть пойдут ли двое вместе, если не будет что-то, что их объединяет. Ну какие-то общие интересы, какие-то взгляды, ну просто даже какая-то близость существования. И люди идут вместе по жизни. И вот эта судьба, когда люди идут одной дорогой, она очень сложна. На самом деле нельзя сказать однозначно, что вот сегодняшний друг никогда не будет врагом. Не знаю, может быть, будет врагом. И наоборот, враг, который сегодня сражается против тебя и он тоже оказался волею судеб вот на твоем жизненном пути, не станет твоим другом. Мы не знаем. Мы не знаем, но сегодня я хотел поиграть с этим понятием дружбы, как это либо разрушает твою жизнь, либо поднимает твою жизнь. Кем ты можешь быть? Ты можешь быть врагом или можешь быть другом. Вы знаете, и как раз начну даже свою проповедь, первую часть, даже не с библейских вещей, а с древнего философского высказывания, которое произнес Пифагор. Он говорит, проживите жизнь так, чтобы ваши друзья не стали вашими врагами. И проживите так, чтобы ваши враги стали вашими друзьями. Вот интересное высказывание, хотя философа обычного. Вы знаете, я помню свою жизнь. Я вспоминаю, что у меня всегда были друзья. Всегда. Я человек общительный, и друзья так или иначе появлялся. Я жил в ту эпоху, когда не было интернета, когда не было сотовых телефонов, а вот такие телефоны домашние были вообще не у всех, а там может быть у каждого десятого. И я вырос в той атмосфере, когда у нас даже телефона домашнего не было. И все мое детство проходило на улице. И там было много порядочных людей. Господи, как я стар уже. И вот как-то я выходил на улицу, и мы с друзьями впечатлялись именно понятию дружбы. Мы как-то играли этим словом, дружба. И в нашем советском детстве дружба ценилась намного выше, чем как мне кажется, хотя я могу ошибаться, чем сейчас, где люди могут быть друзьями просто через Facebook, и там есть даже такое понятие «друзья». Вы знаете, у меня 5000 друзей, кто-то там, у меня 14000 друзей, а в Инстаграме, ну слава богу, там хоть слово используют последователи, или как там, да какое-то слово, да, пользователи, посетители, я не знаю, кто они там. Но слава богу, хоть не друзья. Но вот в Facebook – друзья, в ВКонтакте – друзья. И вот знаете, для моего советского сознания, бывшего советского сознания, в том, в чем я вырос, это вообще не друзья, потому что друзей не может быть очень много. Потому что для меня дружба, вот для того восприятия мира – это что-то более сакральное и более интимное, чем то, что люди вкладывают сегодня. Я лайкнул твою фотку с кошкой, все, мы с тобой друзья. И впервые я как-то столкнулся с таким поверхностным пониманием дружбы, когда стал приезжать в страны англосаксонской культуры. Я ни в коем случае их не хаю, потому что я как раз люблю культуры демократические, современные. Но есть какие-то, не сказать, что пороки, но есть какие-то общественные недочеты, что ли, что люди так легко пользуются словом «друг». И я помню, когда я встречался с человеком, только вот посидели, пообщались где-то в кафе или в гостинице, и человек, особенно, знаете, такие американцы, хотя хорошие люди, но у них к культуре как-то нелегко бросаются фразами. Они «hi, Paul, you are my friend», и ты понимаешь, что только перебросился двумя фразами, а ты уже его друг, френд. И, кстати, я заметил, что они легко бросаются фразами «I love you», там «я тебя люблю». И с годами я увидел, что вообще у нас в русской культуре, слава богу, что «я тебя люблю» — эта фраза многого стоит. Нельзя сказать на улице человеку «я тебя люблю». Но в Америке меня легко, я садился, как сейчас помню, как я сел в джакузи в какой-то гостинице я был, сидел в джакузи, зашел какой-то американец, сел тоже в джакузи, мы с ним буквально пообщались, несколько слов сказали друг другу, и он должен был уже покидать джакузи, и он мне говорит такое «thank you, friend, for beautiful talk», то есть «спасибо, друг, за хороший разговор», и в конце «I love you», и пошел. И я помню, мы посидели, поговорили 2-3 минуты, и он уже «love me», он уже меня любит, что он в это вкладывает? Безусловно, там не было никаких сексуальных вещей, но впервые мой мозг воспринял, что ну как-то я не могу человеку, с которым я пообщался, он мне понравился, сказать «ты мой друг, я тебя люблю». Для нас это более глубинно и более интимно. И вы знаете, это пришло в русскую культуру по большому счету не просто, потому что мы вот такие вот русские, на самом деле я вижу это на страницах Библии, вот это самое главное, что в моей Библии, когда я ее читаю, я вижу там, что люди не разбрасываются словом «друг» налево и направо. Там не говорят «а, дружище, здорово, друг, I love you», я за тебя умру. Нет. Мы видим, что в Библии очень серьезное отношение к дружбе. И вы знаете, даже одна из параллелей очень удивительных, это отношение Авраама с Богом. И в Библии, в моей, Иаков, во второй главе, это уже в Новом Завете, но описывает отношение Авраама, 23 стих, говорит «веровал Авраам Богу». То есть Бог поверил, Авраам поверил Богу, и Бог, соответственно, поверил в Авраама. То есть они доверились друг другу, Авраам и Бог. И это вменилось ему в праведность, Аврааму. И написано «и он наречен другом Божьим». Смотрите, потрясающие слова. Он наречен, назначен. То есть другими словами, Бог дал ему титул. Какой-то титул, который нужно было заслужить. Это не было просто «hi, friend, you are beautiful», там «ты прекрасен», «I love you». Нет-нет. Он говорит «нет, ты заслужи то, чтобы стать моим другом». Что вкладывает Господь в это слово «друг»? Вкладывает в глубокое отношение интимного доверия друг к другу. То, что ты можешь сказать другу, ты не можешь сказать на улице. То, что ты можешь доверить свои слабости другу, ты не можешь доверить их кому попадя. Потому что «друг любит во всякое время». И это, кстати, написано в притчах 17 глава, 17 стих. Легко запомнить. Притча 17, 17. «Друг любит во всякое время, как и брат, и явится во время несчастья». Вы смотрите, какая сильная философия, какая сильная фраза. Просто «во всякое время». И знаете, что значит «во всякое время» всегда подразумевается? Как раз вот после запятой явится во время несчастья. То есть, когда у человека несчастье, и вот именно в это время друг – это тот, кто оказывается рядом. Вот «друг» проявляется во время беды. Это старая пословица. Но вы знаете, не каждый человек хочет прийти к тебе во время беды. И особенно, не просто беды, поймите. Беда, она может быть беда, где требуется сострадание. А в то время, когда ты оказался в невыгодном положении, и когда ты оказался слаб. Да даже в конце концов, ты упал. И вот «друг» – это тот, который, вопреки общественному мнению, и вопреки тому, что ты попал в немилость, может быть, даже справедливо. Может быть, ты оказался слабым. Может быть, ты даже оступился, в грех впал. И «друг» – это тот человек, который не говорит «я тебя понимаю, я такой же». А он говорит «нет, я хочу тебя поднять, помочь, когда все тебя осуждают». Была такая история, удивительная история. Один известный проповедник, это было в далекие времена, ну как в далекие времена, это было в 70-е, 80-е годы. Один известный проповедник Билли Джо Доггерти, ой, простите, представляете, вылетело имя. Храни Господь, Билли Джо Доггерти – прекраснейший человек. Это я прямо оговорился, так нельзя, это вообще неправильно. Билли Джо Доггерти величайший и уже ушел на небеса. Это Джимми Свагерт. Все знают эту историю с Джимми Свагертом. И если кто не знает, то почитайте эту историю, когда он попал в серьезные-серьезные проблемы, которые показали его с не лучшей стороны. И для Америки, Пуританской Америки, это был просто удар, что известный человек поступил вот таким образом. И вы знаете, конечно же, его служение рухнуло, масса людей от него отвернулись. И когда другой известный проповедник, Лестер Саммерл, написал ему письмо, то все догадывались, о чем будет это письмо. Догадывались, что это письмо будет, наверное, самых жестких форм, и это письмо будет такое, как ты мог так опозорить христианский мир, как ты мог так поступить. Ты позор нас всех, и все ожидали это письмо. И когда он написал это письмо, то Джимми Свагерт, потом получив это письмо, опубликовал его со слезами на глазах. Оказалось, это было большое письмо, в котором была только одна фраза, сначала до конца, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, и до конца. И было написано, не сдавайся, я продолжаю любить тебя. Вот представьте, что весь мир ожидал, что человек скажет ему, как ты мог, негодяй, он ему написал, я тебя люблю, не сдавайся, Бог все усмотрит и все решит. И знаете, на удивление, что сегодня уже и Лестер Саммерл на небесах, и Билли Джо Доггерти, кстати, тоже на небесах, которую я упомянул. Известные проповедники 80-х, 90-х годов. А Джимми Свагерт, тот самый, который в свое время поступил так, не то что некорректно, а греховно, этот человек сегодня, до сих пор проповедует Евангелие. Можно включить телевизор, и он проповедует. Поэтому удивительно вот эти хитросплетения, что в жизни бывает в отношении дружбы. Но в то же самое время, я хотел сегодня еще обратить на что внимание. Вспомните, когда мы с вами пришли ко Христу, мы вышли с вами из мира, и нас больше всего не устраивала в миру не просто наша несчастная ситуация, что мы не знаем, для чего мы живем, а то, что нас стало тяготить наше общение. Уж не знаю, как у вас, но у меня это было, наверное, номер один. Вот лично у меня. Я не был ни наркоманом, я не был алкоголиком, не был блудником. Я жил простой мирской жизнью, хотя все как раз из этого всего греховного было. Но я помню, что меня стало тяготить общение с моими друзьями. Потому что я видел, что все мои друзья, это по большому счету друзья-тусовщики, друзья-неплохие люди, кстати. А просто друзья-пьянка, друзья-застолье, друзья-веселуха. И вдруг как-то внутри себя я понял, что меня это общение не созидает. И для меня было большим откровением, что я увидел, что я и найти-то, собственно, не могу в мире никого, кто бы созидал меня. То есть моя жизнь идет к разрушению в любом случае. Она идет к разрушению моих будущих отношений с моей девушкой. Тогда я еще был не женатый, и я понимал, что у меня нет будущего с ней. Я понимал, что никто не может назидать меня в том, чтобы я стал нормальным отцом. И уж тем более в вечности, в понятии достоинства и чести, но меня здесь назидать никто не может. Кроме какого-нибудь пьяного разговора, кто-нибудь из друзей там, будь мужиком, пахан, давай, еще по 100 грамм выпьем. Но такое вдохновение как-то меня не радовало. И вот я пришел ко Христу, пришел ко Христу, и я в первую очередь понимал, вот я не знаю, я это понимал. Если это люди не понимают сегодня, то я хочу вам сказать, вы должны прийти к этому откровению, что старые друзья, друзья мира, они утянут вас в мир, потому что они не ценят ни Библии, они не ценят ни церкви, они не ценят наших вечных ценностей. Поэтому они будут всегда затягивать вас в прошлое, они будут тянуть вас туда, где живут они. Поэтому первое, что я должен был сделать, это порвать с моими друзьями, как бы болезненно это ни было. И я не порывал с ними, кстати, вот таким образом, что вы теперь мне не друзья. Я просто понимал, что мне нужно ограничить общение с ними. И наоборот, я стремился к людям, которые меня назидали. И этими людьми оказались люди в церкви, как раз старшие братья. И мне общение с ними помогало очень сильно, хотя я не вкладывал в это понятие дружбы. Я не нарывался, не напрашивался никому в друзья, ни к пасторам, ни к лидерам. Но я хотел, искал этого общения. И я понимал, что Бог сверхъестественно поместил теперь этих людей в мою жизнь, чтобы жизнь стала назидательной, чтобы жизнь, она превращалась из худшего в лучшее, из тьмы в свет. И друзья, очевидно, они сами как-то стали отпадать, потому что, ну, интерес пьянок вечеринок пропадает. Интерес то, о чем они говорят мне, у меня пропадает. И просто стало некомфортно. И сегодня я прям благодарен Богу, что этот дискомфорт вывел меня из общения с друзьями. Вот тогда я получил сильное откровение, с которым с вами делюсь. Мы не можем дружить с миром. Поймите, что дружба с миром – это всегда вражда против Бога. Это не мои слова, это слова из Библии, что мы не можем дружить с миром. И ты удивляешься, что сегодня, кстати, ты в церкви видишь людей, у которых много друзей в миру. И они говорят, ну, 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 есть же, остаются же друзья. Вот, ну, есть же друзья у тебя в миру, там, и так далее. Я же в качок хожу, там, с ними качаюсь вместе, в джим, сегодня современное такое хорошее слово, фитнес-клуб, там, еще куда-то. Мы ходим с одноклассниками, отдыхаем. Ну, с ними тоже классно. И мы не раз слышим от наших порой проповедников, друзей, что надо дружить с людьми из мира, чтобы привезти их в церковь. Вот этот тезис я бы прям оспорил очень сильно. И, кстати, как ни странно, этот тезис я всегда слышу именно от англоговорящих проповедников, что пусть у вас в миру будут друзья, чтобы их привезти ко Христу. И я понимаю, опять здесь игра понятий, потому что европейская культура подразумевает под словом друг просто вот легкое, непринужденное общение. В нашей же культуре это звучит совсем иначе. Пусть у вас будут друзья в миру, да не надо, чтобы у вас были друзья в миру, потому что это разрушит вашу жизнь. Друг – это то, что ты можешь, это общение, с кем ты можешь открыться в своих слабостях. А у тебя есть искушение, у тебя есть какие-то непонимания с Богом, у тебя есть трудности в церкви с братьями и сестрами, у тебя есть соблазны в церкви. И ты открываешь эти соблазны близким людям. А теперь представь, этот близкий человек – твой мирской сосед. Ты к нему приходишь и говоришь, «Василич, ты знаешь, в церкви вот со мной неправильно поступили, да, и молился вот я вчера, просил Господа ответить, исцелить меня, но Господь что-то не исцелил. Читал я Писание и не понял, что думаешь?» И Василич затягивается глубоко, выпивши, говорит, «Слушай, давай по 100 грамм. Фигня все это, помнишь? Я тебе с самого начала говорил, фигня все это. Ты хочешь, чтобы у тебя были такие друзья? Вместо того, чтобы человек, который скажет тебе, «Слушай, пройди это испытание в церкви, да, Бог тебе не ответил, но, возможно, у него есть другой план, да, ты получил какой-то соблазн в церкви, но не соблазняйся, это еще один экзамен, чтобы приблизиться к Богу, скажет тебе это мирской друг?» Никогда. По этой причине я себе четко отметил. У меня мирских друзей не может быть по факту, по моей христианской совести. У меня могут быть хорошие знакомые, у меня может быть хорошее общение с моими одноклассниками, я хорошо отношусь с соседями, они могут быть, ну им можно титул дать, ну любой, любой кроме друг, ну приятели в конце концов, товарищи, сослуживцы, одноклассники, чудные соседи, доброй души люди, все может быть. Но слово «друг» это титул, титул, который Бог дал Аврааму как назначение. И я на свою жизнь смотрю, например, я понимаю, что у меня друзей-то по большому счету, ну не так много, хотя в принципе много для меня, ну пару десятков у меня друзей будет, пару десятков тех людей, кому я действительно могу довериться в своих трудных ситуациях, в своих соблазнах, в своих искушениях, которые я, может, не скажу с кафедры, возможно, я не скажу кому-то, даже может жене что-то внутреннее. Хотя ты скажешь, как же, мне надо говорить самое сокровенное. Наверное, да, но в силу женской природы я тоже думаю, что есть вещи, которые ты не можешь даже поделиться с женщиной как таковой. Поэтому я тоже как-то сильно сомневаюсь в дружбу между мужчиной и женщиной. Хотя с моими дочерьми я хочу стараться, стараюсь быть другом. Стараюсь. Но в силу каких-то реальных женских вещей, даже мои лучшие подружки-дочери, ну не могут открыться мне просто в силу того, что я мужчина и их отец. Друзья мои, дружба. Дружба это очень серьезно. Дружба это очень глубоко. Дружба это титул, это назначение. Это то, о чем мы поговорим дальше с вами. Итак, друзья мои. Вы знаете, дружба любая, она цветет в определенной среде. И среда очень сильно влияет на нас. И вы знаете, я вот сейчас хочу как раз наоборот теперь отпрыгнуть от того, что мы заблуждаемся, думая, что люди, которые нас окружают, это наши друзья. Но даже в церкви, даже во Христе, мы вдруг наблюдаем, что вокруг нас складывается какая-то нездоровая среда. Нездоровая. И наши внутренние колокольчики, голос Святого Духа говорит, да, ты в церкви, да, ты во Христе, но что-то не то со средой. Вы знаете, среда такая штука интересная. Например, споры плесени живут в доме везде. Они живут в ванной, и везде они есть. Но как только появляется определенная хорошая среда для этих спор, то они начинают проявляться, споры. Когда влажность повышается, закрытые окна, и вдруг ты смотришь, появляется мерзкая плесень. Точно так же живут вирусы и бактерии, там, туберкулеза в человеке, насколько я знаю. И они живут в человеке, но они в спящем состоянии. Но как только появляется правильная среда в легких человека, когда недостаточно питания, стресс, еще какие-то трудности, то вдруг эти бактерии начинают размножаться, и у человека появляется туберкулез, не подхваченный со стороны, а живущий внутри него. К чему я это все говорю? Ты скажешь, пастор, я не пойму твоей логики. Так вот то же самое. Наша плотская природа, она вот живет в нас, она есть греховная природа в каждом верующем человеке, но мы побеждаем ее духом. Когда мы приближаемся к Богу, молимся, когда мы поднимаем духовные ценности в нашей жизни, тогда плоть спит. Но вдруг создается среда. Внутри церкви появляется какая-то удобная среда, появляется компашка. И вот в этой компашке вдруг появляется хорошая, добрая атмосфера, вечеринки хорошие, я еще раз подчеркиваю, в церкви. И ты думаешь, это твои друзья, и вроде все нормально. Потом как-то и Писание читать уже неинтересно. Если кто-то что-то процитировал из Библии, то в среде в этой уже как-то считается это, ну что ты, супердуховный что ли. Мы тут собрались не для того, чтобы Библию цитировать. Потом какие-то оценочки даются. И ты замечаешь, как сообщество становится худым. И тогда возникает одно интересное местописание. 1 Коринфянам 15.33. 1 Коринфянам 15.33. Не обманывайтесь, говорит апостол, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот знаете, это слово, вот оно как правило жизни, оно как пословица должно войти к нам. Он говорит, не обманывайтесь. Смотрите, с чего начинает апостол Павел. Он не просто сказал, вот там какая-то среда, друзья. Он говорит, стойте, стойте. Он говорит, не обманывайтесь. Почему не обманывайтесь? Потому что нас так легко обмануть. Вот наша душа, она легко впадает в обман. В обман, где друзья, где не друзья. Она легко обманывает сама себя. Посмотрите, не обманывайтесь. Он даже не сказал, что не попадайте в обман от кого-то. А он говорит, сами себя не обманывайте. Вы склонны к тому, чтобы обманывать сами себя. И чем вы обманываете сами себя? Я скажу вам страшное слово. Хорошей, доброй атмосферы. Ой, придешь в какую-то семью, а там так хорошо, такая атмосфера чудная, и ты думаешь, друзья, потому что всегда есть хорошая еда, потом появляется хорошая музыка, потом хорошая выпивка, потом душевное общение, потом хорошая легкая марихуана. Так чудно, и ты чувствуешь себя хорошо, заметил? Шаг за шагом хорошо. Как-то вот наша душа, она легко улавливает вот это понятие хорошо, хорошо, добрая атмосфера. И ты думаешь, что это друзья, но слушай, не в том же самом ты жил в миру, не в том же самом ли ты жил в старой жизни, когда тебе просто было душевно и хорошо. Но почему-то вдруг один из апостолов говорит, что мышление душевное, бесовские, прям следующая фраза, бесовские, в книге Якова написано, почитайте, не буду говорить где, это задача для вас, чтобы вы прочитали. Душевное и потом бесовское. Поэтому я как-то себя много раз ловил, думаю, интересно, вот я попадаю в среду, и сижу в компании, и там начинаю, в христианской компании, я уж не говорю там про страшные вещи, просто в христианской компании, и мы начинаем кого-то осуждать. Мы как люди. Раз там, вот тот. И знаете, начинается все с каких-то нейтральных вещей. Как тебе проповедь пастора понравилась? Да, хорошая была, ой, серьезная, хорошая проповедь, вдохновляющая. Я даже не про себя, а про какого-то другого пастора. Да, только что-то вот у него прическа была не очень, да, и одевается он не очень. Вообще, заметил, пасторы как-то, они как-то не следят за собой. Ну да, и бывают туповаты, цитируют, бывает неправильно. Слово сказал пастор последний раз не Netflix, как правильно, а Netflix, оговорился. Да он часто оговаривается, по Фрейду, видать. И вы знаете, и мы начинаем туда как-то вкладывать смех и так далее. И я не против никаких шуток, я сам люблю и пошутить, и нормально. Но почему-то тоже писание говорит то же самое, что при множестве смеха потом болит сердце. Потом написано, что смехотворство не полезно для вас. Это не значит, что это грех, это не значит, что мы нельзя, нельзя нам улыбаться и так далее. Но ты замечаешь, что за какими-то прикольчиками создается среда, создается атмосфера, приятная, веселая атмосфера. Но она всегда смехотворство над кем-то. И даже неплохо, я сам люблю, поймите, еще раз я оговариваюсь, что мне самому нравится и посмеяться и так далее. Но ты чувствуешь в этом определенный потом цинизм.